Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Касательно божественного величия, здесь очень яркий пример в 259 аяте. Человек шел мимо селения. . Полностью разрушенного. Вообще никого нет. В тафсирах говорится, что это Иерусалим, но здесь в любом случае в аяте ничего не сказано. Человек шел мимо селения. То есть там люди жили. Но оно – селение, в арабском языке это . Полностью разрушено. То есть видно, что там жили вообще никого, ни души, все разрушено. . И он сказал. Вот прямо видно так от души, прямо всей своей сутью сказал. Ну вот как Аллах может это оживить? Прямо вот подстрочно. У него видно вот такой, как бы внутренний. Ну вот как Всевышний может это оживить? Ну как? после того, как это стало мертвым. Там ни души, никого, ничего, все разрушено. Ну и тем более, что если это Иерусалим, тот же самый, там не дождите, ничего там, жара там вообще невыносимая. И вот аят продолжается эта история. . Всевышний умертвил его на сто лет. Вау. Прямо подстрочно. На сто лет. . А потом воскресил. . И сказал. Сколько ты прожил? Но здесь я поясняю дальше, да, в тафсирах говорится, что не дальше, а в квадратных скобках, что через ангела в облике человека, потому что не напрямую, это здесь был это пророк или не пророк, там Узейр упоминается в тафсирах, это абсолютно неизвестно. Но история кораническая, достоверная, личности нет. Но у него было спорошено . В тафсирах говорится, просто ангел в облике человека пришел к нему и сказал. Ну, то есть он пришел в себя. И причем там интересный момент, потому что он дальше говорит . Он сказал, ну, день или что-то вроде этого. Там интересный момент. То есть Всевышний его умертвил, когда было утро, а оживил, когда был вечер. То есть с точки зрения свет, светло, несветло. Он говорит, ну, что-то там около того. Ну, день примерно около того. И ему идет ответ. . «Нет, ты пребывал здесь сто лет». посмотри на свою еду и посмотри на свое питье. Ну, там поясняется то, что определенная еда, определенное питье, то, что было у него с собой, провизия такая дорожная. И говорится о том, что они не изменились. Не испортилось ничего, не сгнило, но. . А вот теперь посмотри на своего осла. Ну, в Тафсира говорится, что от него там только косточки остались. Ну, так как там сухой воздух, да, то есть можно понять. Не как у нас влажный, там все быстрее гниет. Ну, то есть суть в том, что беда логосел, сначала с голоду умер, потом уже потихонечку разлагался. И там, что осталось, то осталось от него за сто лет. Он говорит, посмотри. И далее идет . «Мы сделаем тебя знамением для людей». Безусловно. То есть вот этот весь аят, 259 аят второй суры, он знамение, то есть воодушевление, вдохновение, озарение, укрепление веры для верующего человека. Мы же сами очевидцами этого не были. Но мы доверяем Корану как божественному тексту. В его же время, время этого человека, да, было сказано, что ты будешь знамением для людей. То есть ты вживую, ты сам с этим столкнулся, что Всевышний может и умертвить, и оживить. Поэтому здесь идет . Далее идет . «Посмотри на кости». То есть человек-то сам не сгнил. Он как заснул, так и проснулся. Его еда не сгнила. А вот осел – как раз то, что можно увидеть, понять. Вот одни кости. И здесь идет . «Посмотри на кости». Проросла здесь. «Посмотри на кости, как мы их поднимаем». Ну, там смысл – собираем воедино. И потом одеваем в мясо. Ну, имеется в виду, надеваем, облекаем плотью. Вот так. . Когда вот это все произошло, и перед ним этот живой осел стоит. Ему было четко и ясно сказано, что сто лет и здесь так пролежало. . Он сказал – вот теперь я знаю, что Всевышний может все. То есть для него, конечно, то есть понятно, что для нас, обычных людей, мы, читая коронический текст, как я сказал, на основе веры воодушевляемся, укрепляется наша вера. Но он столкнулся непосредственно сам лично с этим. И его эти слова, они вообще по-другому звучат. И он четко и ясно сказал – все. То есть до этого же он сказал – как? . То есть разве Всевышний может, ну, мертвый же. Как может он вот это все, вот это селение всего. В тафсирах интересно говорится, что сто лет он вот так вот спал, потом проснулся. Но за первые семьдесят лет из этих ста это селение полностью ожило. Люди заселили его, отстроились и все там. Он когда уже проснулся через сто лет, там жизнь кипела. И вот он как раз, но все равно на осле. Прямой, живой пример был на осле. Ну, там же человек, можно сказать, он мне проснул, что-то приснилось. А тут вот тебе осел. Вот ничего не было. Вот твой осел был, помнишь? Да. Вот смотри кости. Да. А вот теперь смотри, как мы это восстанавливаем. Тык-тык-тык-тык. И вот тебе опять живой осел. Сел или загрузил его и поехал. И вот он говорит . Мы в жизни обычно вот эту концовку аята мы обычно не чувствуем. У нас сразу там настроение портится, уверенность теряется. Нет. И об этом в Коране говорится многократно. Всевышний может абсолютно все. Вот как раз именно это он и сказал.